доброе всем времени суток сегодня у нас будет меняться вот это помпочка них у нас стоит 2 это стоит так званый догреватель или комфорт нашего салона я его недавно сжег или возможно не сжег узнаем это позже или он возможно действительно подклинивал но скорее всего что его до полил и причина не в этом у меня просто когда ехал с моря утром включил обогреватель и у меня тепло не пошло так как я обратил внимание на нашу муфту кондиционера внизу как она работает включим кондиционер магниты прижались все да и она начинает работать а тут я включаю ничего не прижимается но я подумал что ей просто пришли кранты в это отсоединил у нее провода накинула 12 вольт послушал одного автоэлектрика дима привет накинул и вижу здесь действительно когда прикасаюсь она клацает то есть видно что она работает дальше автоэлектрик не посоветовал чтобы я их его подсоединил от аккумулятора машину завел и посмотреть пойдет тепло или нет но только я подсоединил так чтобы наглухо не так чтобы прикоснуться один раз меня сразу отсюда пошел дым и так она у меня сгорела была ли причина в ней может она действительно замыкала я этого пока не знаю это покажет нам только замена я ее купил с разборки достать их реально очень тяжело а если рассматривать новую то она капец это штука евро ребята вот эта штука евро здесь это просто купец на по моему мне на эбэе скинул саня с португалии то она стоит 500 баксов новая я купил ее за 70 долларов бушную и еще прикол вот тут у меня шата 0 возможно из-за натяга ремня вот посмотрю но то приехала и у нее явно проблема с подшипником но так как на мне на нее дали гарантии 14 дней я не могу ее пока трогать поставлю просто а потом уже принципе на месте здесь можно будет ее снять ремень и выпрессовать буду пробовать и это будет уже отдельное видео ну если причина будет не в этом то скорее всего эта причина в лопастях что мы будем делать это для начала надо ремень нам скинуть для этого понадобится ключ мне подсказывали ключ на 15 ну ни хрена спасибо ключ саня кстати спасибо португалия ключ там подходит на 17 вот такого типа такой изогнутый он уже у меня стоит увидеть изначально болт я честно сказать ним не мог мне саня подсказал где он стоит он стоит нас вот здесь и идет вот такое вот отжать и раз и отжимаем там еще можно в принципе фиксировать его чтобы она оставалась одно положение то этого делать не буду оттяну скину ремень скорее всего проще скинуть вот здесь здесь его потом уже натяну и выбросу схема как его назад одеть если вдруг он полностью воспадет вот так ну для начала скидываю иметь на этот ключ отдел этот ключ сделал больше колено и легко скину для удобства скидываю воздушный фильтр с патрубком полностью отсоединяю здесь отсоединяю здесь скидывая этот узел и сюда положу какую-то ткань чтобы случайно мне сюда не попала вода там не было мокро достаю фильтр положил сюда тряпочку отсоединяем вот это соединение это у нас будет соединение непосредственно этой пумпы скидываем эти два хомута я использую вот такое вот чудо раз убираю снимаем второй так скинул этот снялся хорошо этот пришлось чуть под ковернуть под коверну тоже скинулся чуть брызнула так как я принципе и предполагалось хорошо что везде от видно попало да что все проделал тех по технике безопасности так сказать убрал этот пакет я накрывал для того чтобы напрямую не текло в генератор а стекало туда ниже сейчас откручиваю болты те что его крепят если смотреть на донор то это у нас два болта и они у нас находится один вот здесь и один вот здесь откручиваем используем е14 плюс такой переходник если же у вас где-то попало во внутрь например на какой-то из разъемов во внутрь или снаружи я беру сразу же для контактов и напором это все выдуваю и и она как раз таки быстро высохнет все демонтировал старый устанавливаю назад новый и так столкнулся с проблемой пробовал наживляю два болта на не совпадает попробовал один закрутить и смотрю меня там он настолько не совпадает пробую откручиваю эти два болта идея не должны быть регулировочными и возможно они мне дадут убрать этот косяк так что мы видим надо чуть шевелиться пробую так все получилось действительно надо было эти два болта не зажимаем откручиваем действительно вот эти два и все мне по получилось сразу их затянул вот эти два после этого вот эти два все зажало все хорошо все четко покажет нам конечный результат уже когда заведем что все ок так что еще сейчас я купил концентрат g12 я концентрат не буду разбавлять просто сейчас что делать перед заменой не снимаем крышку для того что чтобы вы не было такого потока вот например когда тормоза делать надо наоборот крышку открывать тормозную чтобы было куда вернуться а здесь на наоборот создаем вакуум чтобы ему не хотелось выбежать выбежать максимально так что заливаю откручивать крышку уже можно вот так вот откручиваем крышку он видно как пошло садится и сразу отсюда потекло 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 со шланки потекло так откручиваем еще раз да да пошло наполнять видно садится о заполнилась по идее она заполнилась будем добавлять просто в бак сейчас я чуть-чуть вытащу чуть-чуть легенько чтобы посмотреть что там действительно полно да с него течет все одеваем хомут сюда крышка пока зажата уже долить можно сейчас сюда значит сейчас ставлю хомут доливаюсь доливая жидкость бак откручиваю 5 пробку и по идее она должна наполнить вот здесь если смотреть то в принципе где-то на уровне но находится возможно чуть выше вообще оно должно быть выше это расширительный бачок он должен находиться выше всего двигателя это и будет наш уровень так добро ставлю хомут да так и получилось начал доливать бачок и потекло отсюда надел шланг и просто долил до уровня после того как чуть-чуть прокручу двигатель будет падать буду добавлять все устанавливаю сразу сделать короткую очень заводку сразу отпустил пришел с ремнем все ок вернулся назад и завел видно уже оно не падает а так сколько вылило сколько мы его назад и залили фланги расположены в таком месте что его много не вытекает так что ребята такая система заливки я думаю будет работать ну еще буду проверять конечно будет ли греть печка если нет что я уже дозапишу или попрощаюсь с вами или продолжим напишу на работоспособность его реально очень сложно тепло включил эффект оно видно оно не вращается звонил парню с вашей португалии то у него та же беда оно просто так ребята не вращается оно вращается само там когда оно захочет и понять сложно когда оно вращается так что его я заменю через время тут буду менять подшипник подшипник пока все все ребята буду двигаться дальше всем удачи пока второе спасибо Продолжение следует...